Приехали в аэропорт Барселоны, Женек не может найти себе места, где поспать. Вот цепь скамейки, вот только что этот пацан выгнал, а я расстрелился вот здесь. Сейчас ночь. Два ночи у Барселона. Мы прилетели с острова Брян-Канарии и решили заночевать в аэропорту до утра. Вот, ночевали там у одной стойки под столом информационной. Нас оттуда выгнали где-то через час. Вот просто люди прошли, рабочие, меня заметили. Сейчас мы расположились в таком месте, под эспиватором, на сидушке. Женек вообще полностью упутался. Я надул себе коврик и челю вот здесь вот елку. Приехали в Барсу ночью и переночевали здесь, в аэропорту, потому что приехали не нас с ночью. Самая тяжелая ночь в Барселоне за все время. Как ты, чувак? Как ты, чувак? И ты? Два недели и нахожусь. Короче. Привет. Всем привет, всем доброе утро. Живем здесь, не тужим, вот на матрасиках, короче, под деревом, сейчас покажу вам место. Жил в Барселоне где-то месяц и каждую ночь ночевал вот здесь, кроме одной дождливой. Вот, вот тут, короче, жил, вообще все нравится, свежий воздух и прекрасный вид. Сегодня мы узнали, наконец-то, где можно бесплатно поесть, благодаря местному императору, который с нами. И каждый день можно покушать до 3-х, по-моему, или до 2-х он сказал, только надо предоставлять паспорт, и можно есть, в принципе, еда достаточно нормальная, и можно экономить нормальные деньги. Все стрестайлеры едят, а находятся недалеко от параллели, как раз где мы живем, точно не скажу, как выйдем. Недалеко от Бургер Кинга, ориентируйтесь, идет лестница вверх, но мы еще подробно запишем видео. Мы пригнали в скейт-парк, вроде новый, я забыл, станция метро К, в сторону, короче, аэропорта, оранжевая ветка. Хороший новый скейт-парк, и вот днем никого здесь нет. Он далеко расположен из-за этого, наверное, народа. Так вроде непростой парк. Короче, чтобы всем было мягко падать, тут вскопали в землю. Я такого ни разу не видел, чтобы на детской площадке вскопали в землю. Что по обстановке? Прилетели, когда мы... Митя уехал на следующий день, я сейчас один. Вчера был на Глорис, тяжело было продавать вещи, потому что полиция гоняла, там продал на 4 евро за 10 минут и все. И потом полиция начала гонять. Нашел всяких ништяков, типа сумку Лоу-Про, еще себе рюкзачок и пару вещей интересных. Так, что еще? Три дня были дождей, вот сегодня погода нормализовалась. Осталось 11 дней, и 4-го приезжаю в Питер. Надо вот поднапрячься и снять все трюки. Не знаю, как буду везти вещи, взял багаж, место без багажа. И вот на себе, как будут доски, наверное, везти вещи. Сейчас нахожу в своевременном хостеле бесплатный хипстол, где я моюсь. Здесь достаточно хорошие условия, чтобы помыться. Потому что дождь встает с малого времени, и можно заняться всякими мелочами. Микротачки. Попробуем сегодня пойти вот туда. На самый-самый верх. Потихоньку приближаемся, я уже час иду вверх. Потому что я приехал не к самому подножию, я просто типа шел недалеко. Ну так, относительно. Ну вот еще за полчаса добрался до подножия. Плавно движемся наверх. Кличка у горы Тибидаба. Подсобная Пшатидаба. Вшатывает всех. Че, короче, поднялся. Вот этот пацан, типа там летает, который наверху. А эта церковь такая, типа, среднестатистическая. Вот и все приколы, походу. Ну так. Потихо, прикольно. Жесткий спуск с горы Тибидаба. Станция метро Люси. Вот здесь церковь и бесплатная раздача еды с 10 до... С 10.40 до 11.30. И вот чипа, че мы имеем. Тут приколы всяких, кучи понадавали. То есть и мандарины, и выпечки, и йогурты всякие. Типа, реально, как бы на день хватит еды. Такой вот вход. Так, вот мне, короче, больше не пускают кушать на параллели, где мы кушали. Ну, мне дали лист, где написаны все бесплатные точки еды. Также, где можно поспать бесплатно. И помыться. Ну, помыться вообще не нужно, в принципе. Есть хостел, в котором я моюсь, и мне никто ничего не говорит. Так что всю информацию можете у меня купить за 500 рублей. Это вам поможет сэкономить деньги, время. И будете кушать, и бесплатно. И каждый день у вас будет вот просто пакет еды, выпечки, там, йогурты и так далее. Так что выбор ваш. Всего 500 рублей, если вы здесь будете 2 недели. Даже если 2 дня вы уже сэкономите деньги. Питаясь утром, вечером и так далее. Конкретно по церкви, в которой я сегодня тестил. Ну, так, стремновато. Вокруг то, что бомжарики всякие, там, всякие уставшие челы воняют. Это не просто спот с едой. А там уже церковь, там, самые уставшие приходят. Надо еще ждать, если ты не успеешь. Там, в 10.45 кормят до 11. С 11.15 до 11.45 кормят 2 смены. Ну, и нормально, как бы, там. Мне бесит, что, типа, там, молитвы читают. Там тоже некоторые люди, ну, неверующие, просто пришли поесть. Не так, да, хорошо. То есть, там, суп сразу, типа, как рассольник такой густой наливают. И куча всего. То есть, предлагают йогурты, еще одни йогурты, творог. Еще выпечка, такая выпечка, другая выпечка, сладкая. И еще апельсины. То есть, еще с собой, говорят, чтобы не выбрали. Так что, нормально, реально, как бы, этих продуктов на день хватает. Достаточно хватает, чтобы поесть. Я еще чекал не все споты. Так, в Барселоне, реально, уже знаю, как просто жить бесплатно. И кушать, и передвигаться в метро, в автобусах. До аэропорта, когда ехать. Так что, чиповая жизнь. Я сам не ожидал, что будет столько бонусов. Сегодня сборы, 2 февраля, еду обратно. Вот чемодан, потому что перекосил, поместил туда 3 доски и все, что насобирал. Здесь уже, наверное, килограмм, наверное, 12 есть. И мне надо еще загрузить, вот, 6 досок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь две сломанные, и эту выкинуть еще. Таков урожай и заработки в Барселоне. Сегодня день, вечером уезжаю. А так еще, что хотел рассказать. Нас в метро поймали контролеры, когда мы прыгали. У ребят был еще немножко травчика. Вызвали полицию, все испугались, что будут обыски, что будут какие-то проблемы. Но мы косили по то, что мы не знаем английский. И нам просто сказали купить билет. Ну и мы легко отделались. Купили билет и поехали дальше. Мы взяли какие-то паспортные данные. Еще вчера снимали видео, и парень попал в Фишай. Мне уже третий скол на Фишае. Печально. Очень сильно расстроился я вчера. Автобус номер 46. Едет от Испании. Самый дешевый способ добраться до аэропорта за 2 евро. Но вот я второй раз уже еду, пока за меня. Мне не требуют заплатить. Мы тогда с Митей ехали, когда в аэропорт не платили. И сейчас тоже я не плачу. Фух. Очень тяжело. 9 досок обратно везу. Здесь 7, и там еще 2. Все, добрался до аэропорта. Бесплатно проехал в автобусе. Сдал багаж. Багаж было 9 досок. Перевес 2 килограмма, но нормально. Меня пропустили. Скрутил траки с доски. И на этом тур в Барселону заканчивается. Дальше поеду, наверное, в Азию на 2 месяца. Либо в Баку, в Азербайджан. Ну, или на Кавказ. Куда-то туда примерно тоже на 2 месяца. Еще по итогам. Оставил еще не все вещи, смог увезти. Последний день снял еще трюк. Не успел тоже многие вещи купить, увезти. Так, еще что? В Барселону по части скейтбординга. Ну, здесь катаются хорошо, а споты не самые идеальные. Еда, в принципе, доступная. Много ходов бесплатных. То есть проезд можно. Еда, лист еды есть. Минусы – это воровство. То, что здесь сразу – это нельзя оставить вещи. Надо следить за ними. У меня еще не украли рюкзак. Что там еще? В принципе, климат где-то зимой 15 градусов. Более-менее тепло. Ну, так, не очень тепло. Два месяца спал на улице. Наверное, ровно. Тяжело, тяжелее, чем в Азии. Меньше, чем в Азии. Ну, нормально, в принципе. Мне понравилось. Потому что в следующий раз, может, тоже приеду. Но уже поеду на другие тоже острова, помимо еще Барселоны. Это будет, наверное, Ибица и Тонариф. Тоже дешевые билеты, есть чем заняться. Так что, все. Вот завтра в Ригу и с Риги уже в Питер. Я в Риге сел бесплатно в автобус и еду в центр. У меня есть день. Вернее, 8 часов. Я сдал багаж на 8 часов за 1,5 евро. И вечером поеду в Питер. Очень холодно. Боюсь возвращаться. Че, я пригнал в Ригу. Здесь очень холодно. Типа. Написано минус 2, но по ощущению, минус 10 просто. Гуляю от меня весь день до вечера на старом городе. Сейчас что-то, правда, не особо. Находиться на улице хочется, но можно погулять. Зашел на рынок, купил мандаринов. Килограмм за 50 центов. Так еще забыл сказать про Барселону. То, что там чильно, все отдыхают. Все спокойно. Ну вот, сейчас добрался до центра. Бесплатно. Думаю, так же бесплатно доехать обратно на автобусе. 22 автобус ходит. Погуляю, пока есть возможность. Есть скейтовые споты, но сейчас не сезон и очень холодно. Может, еще чем займусь здесь интересным. Смотрю, что за Рига. Ну так, напоминает Таллин. Ничего такого особого. После Барселоны вообще деревня какая-то. Короче, пересилился и все-таки заснял. Старый прикол какой-то с золотым петушком наверху. Че там, продолжается прогулка по старому городу. Вот еще один прикол какой-то. Тоже с петушком золотым. Очень холодно. Но чуть я же это... Подосвоился. Короче, парнишка с четкой стрижкой. А тут типа дума, походу, какая-то лайтовая. Черт, ну я так замерз. Не знаю, погуляю часик, мне кажется, и вернусь обратно в аэропорт. Черт, невозможно, очень холодно. Ну, короче, я не знаю. Памятник чилищей киски. Мясо полное. Соборчик на приколе. И вот памятник очень хорошо подходит. Катание на роликовой доске. Еще в истыке поменьше были. Так интересная архитектура. Походу, Барклай-де-Толли тут первый прикалываться начал. Короче, вот дама три звезды держит. Памятник героям-победителям. Скажу, что бицуха у них нормально подкачана. Пацанчик стреляет. На грустном. Что там у нас, оперы на приколе. Как ничего особого. Интересный спот. Мраморная, прям идеальная. Лидочка. И сверху такая штука. Типа может заехать, но аккуратно. Питер один в один. Те же улицы, та же плоская местность. Так же все уставшее. Вот я сегодня погулял по Риге. Чуть-чуть. Было очень холодно. Я снимал основу все на телефон, потому что было холодно. Доставать камеры все время. Так, чуть-чуть погулял, посмотрел город. По части туризма город, думаю, дня на три. Четыре максимума. По части скейтбординга город где-то на неделю. Ездил покататься, чуть-чуть я видел место. Но тоже как Таллинн. И не очень. Архитектура не все так идеально. Все тоже разбито. Старый, старый город. Так, чаще сказать по цифрам. Там перелет до Питера стоил 5500. До Риги там что-то около 3800, что-то такое. И отсюда автобус 1700. Получается 5500 самый дешевый вариант, когда ехать до Барселоны. Есть еще дешевле билет. Там за 2600 один раз в месяц. Бывают такие билеты на заранее регистрироваться. За неделю ты брать билеты. Тогда можно еще дешевле долететь. Так, что еще по цифрам-то? Вроде все, жду самолет. А, багаж сдал. 8 часов сдача багажа стоит 1,5 евро. Следующие 8 часов тоже 1,5 евро. Так что достаточно дешево. Цены, ну, чуть дороже, чем в Барселоне. Здесь людей меньше, спрос меньше. Цены чуть дороже. Вот время. 6 утра. Я наконец-то приехал на Балтийский вокзал. Все, на этом путешествие заканчивается. Через неделю должен куда-то поехать. Чего, пригнал в гараж. По цифрам билеты стоили в Барселону. Мне их оплатили, потому что я помог перевозить вещи в Барселону. Мутки пацанов. Также мне обратно оплатили тоже билет. И багаж. Потому что потратил я мало денег. Не знаю примерно сколько. Мы чуть-чуть зарабатывали там. Кушали бесплатно. То есть поездка мне вышла. Но за два с половиной месяца, мне кажется, я, наверное, тысяч двадцать, наверное, потратил от силы на еду. И иногда на хостел. И на проезд. Два раза был. Платил за проезд. Так что Барселона достаточно чиповая, если знаешь. Вот лист. Будут серии. Следующие. Либо Баку, либо Азия. Ну, либо Кавказ, либо Азия. Так что вот смотрите. Подписывайтесь там. Рассказывайте друзьям, что можно путешествовать бесплатно и так далее. Суровая зима. Это место.